Именно здесь, в водах Карского моря, в гавани порта Диксон, 73 года назад произошла героическая схватка. Слабовооруженный ледокол Семен Дежнев сумел противостоять и обратить в бегство один из сильнейших артиллерийских крейсеров немецкой армии Адмирал Шеер. В честь этого героического события проводят церемонию спуска венков на воду. Чтобы почтить память наших земляков, на Диксон прилетела делегация из Каннского морского кадетского корпуса. Лучшие воспитанники побывали на месте легендарных сражений, а также на одном из современных боевых кораблей. Сюда зашли в бухту Диксона в честь памятной даты и к столетию города и дали залп из орудий. Вместе с кадетами на борт поднялся ветеран Великой Отечественной войны Игорь Таскин, человек, который лично знал членов экипажа, защищавшего эти воды 73 года назад. Ветеран, как и все на корабле, уверен, подвиг североморцев – эталон отваги для любого моряка. Я держал в руках осколки снарядов германских. Парни, которые были в то время в бухте Диксон, они попали под обстрел германского рейдера первыми. Когда я ощутил это все, я решил, что я буду добиваться, чтобы это событие не было забыто. Сам подвиг моряков Дежнева, он достаточно яркий и может для многих послужить примером в их служебной деятельности. Во-вторых, сама возможность побывать на Диксоне, я думаю, что она редко может кому-то представиться, посмотреть, в каких условиях живут и работают люди. После торжественной части кадетам провели экскурсию по большому противолодочному кораблю «Североморск». Его длина от носа до кормы 163 метра. Он оснащен вертолетной площадкой и вооружен, что называется, до зубов. Он оборудован у нас зенитно-ракетным вооружением, артиллерийским вооружением, противолодочным вооружением имеет. Способен вести боевые действия на море как с подводными лодками, так и с воздушными противниками. Плюс может оказывать поддержку при высадке десанта. Управляют этой мощью водоизмещением 8 тысяч тонн около 300 человек. При этом заверяют экипаж все, и офицеры, и матросы несут службу в комфортных условиях. Вот так выглядит каюта командира. Она состоит из нескольких отсеков. Вот это ее рабочая часть. На столе у него подробная схема всего корабля, рабочий распорядок. Вот здесь находятся средства связи для того, чтобы он мог связаться с любым из отсеков и дать команду. Еще есть одна неписанная традиция, которая действует на любом корабле. В кресло командира может садиться только командир. Главное событие все же прошло на суше у памятника семи североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором. Здесь кадеты и местные жители поучаствовали в траурном митинге и церемонии возложения венков и цветов. После почтили память героев минутой молчания. В организации торжества помогла восточно-сибирская нефтегазовая компания, дочернее предприятие Роснефти. Поиску на Диксон нефтяники подарили кадетам на 15-летие Каннского морского кадетского корпуса. Сегодня ребята поучаствовали в грандиозном событии. И мне кажется, что главнее этого ничего нет. И мы благодарны губернатору края Виктору Александровичу Толоконскому за то, что совместными усилиями получилось сделать для ребят такой праздник. Сами кадеты говорят, эта поездка оставит в их сердцах чувство патриотизма и тонну эмоций. А чтобы визит на север остался не только в памяти, один из воспитанников снял об этом фильм. Конечно же, боевой корабль больше всего запомнится. Ну, как бы снятие, то есть митинг на братской могиле успел вот такое, ну, самое красочное, можно сказать, снять. Конечно, запомнилось четыре больших ракеты, которые, ну, против подлодок. Они отправляются и бьют по цели. Напоследок гости из Каннской, артисты военно-морского флота России, сделали для жителей Диксона свой подарок. В местной школе они дали концерт, где спели военные песни. Я знаю, как достойно жизнь прожить. В военном флоте буду я служить. Александр Ловицкий, Алексей Гусев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.